Всем привет! Я Анастасия Шпагина и в этом видеоуроке я покажу вам свой повседневный макияж и технику строения бубликов на голове. Желаю вам приятного просмотра! Давайте начнем! Нижнее веко можно подвести коричневыми тенями или карандашом. Я использую корейский карандаш, потому что он держится дольше и не размазывается. После этого я беру тени под цвет карандаша и закрашиваю все верхнее веко. Белым карандашом подвожу внутренние уголки глаз. Поверх карандаша наношу белые тени, чтобы цвет был более насыщенным. Возвращаю брови на родину. И теперь светлым консилером осветляю область под глазами. Черной подводкой рисую стрелки. Внутренние уголки я также подкрашиваю подводкой. Закручиваю ресницы и прокрашиваю их тушью. Разрезаю реснички пополам и клею на внешние уголки глаз. Ресницы очень меняют взгляд и с ним макияж уже выглядит совсем по-другому. Клею ресницы на второй глаз и выравниваю стрелочки. Светлой пудрой убираю блеск с лица. Розовые румяна наношу на щечки. Подкрашиваю внутреннюю сторону губ помадой. Наверх наношу консилер и все это завершаю прозрачным блеском с блесками. Еще чуть-чуть пудры и хайлайтера. Теперь перехожу к волосам. Нахожу на своей голове волосы, потом расчесываю их и делаю посередине пропор. Сделала его ровным настолько, насколько это было возможно. Теперь делаю два хвостика. Скажу по секрету, не люблю я делать никакие прически, потому что от резинок и заколок потом жутко болит голова. Поэтому чаще всего я хожу просто с распущенными волосами. Но сегодня я решила сделать исключение. Поэтому давайте продолжим. Теперь я закручиваю волосы и обворачиваю вокруг резинки несколько раз. Кончик бублика я фиксирую невидимкой. Точно так же закручиваю второй. По правде сказать, делать их не очень удобно, так как я делала бублики, когда снимала нарощенные волосы. А их после снятия вдвое меньше. Так что тут у меня больше похоже не на бублики, а на батон хлеба. Беру пакетик, не угадайте с чем. Еще с одними волосами. Это обычные пряди, сшитые между собой без заколок. Я их скручиваю и обматываю вокруг своих волос. Ну как своих волос, ну вы поняли. Так же само кончик фиксирую невидимкой и делаю второй. Бублик. Нет, батон. Я их еще обычно запшикиваю лаком, придаю руками форму и заглаживаю все маленькие волоски. Но, к сожалению, лака под рукой у меня не оказалось, поэтому показываю вам то, что есть. На пробор можно поместить подобные украшения или просто прикрепить камушки на клей для ресниц. Готово. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось, и оставляйте свои комментарии с пожеланиями. Если вам понравилось видео с прической, то ставьте отдельные пальцы вверх. Спасибо. Желаю вам хорошего дня. Люблю, обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok